Десна ТВ Новости Десна ТВ Новости Норвежский концентрационный лагерь «Фольстад» – один из множества себе подобных, которые находились в Норвегии во времена Великой Отечественной войны. За это время через него прошли не менее 4,5 тысяч заключенных, граждане как минимум 13 стран. «Фольстад» сегодня – это мемориальный комплекс и центр прав человека, которые стремятся придать гласности события, долгое время бывшие в тени истории королевства. Для меня, как посла Норвегии в России, большая честь открыть эту выставку в Десногорске, хоть и виртуально. Впервые выставка была открыта в Осло в 2010 году в присутствии его величества короля Харалда V, и потом ее показали по всей стране. В России выставка посетила 20 городов. В экспозиции представлены уникальные архивные фотодокументы, рассказывающие о невыносимых условиях содержания военно-пленных. В тяжелейшем быту концентрационных лагерей Норвегии находились 100 тысяч советских граждан. 13 тысяч из них погибли. «Передвижная выставка создана на основе материалов постоянно действующей экспозиции центра Фолстад. На 15 стендах представлены архивные фотографии, которые мы можем увидеть на выставке. Здесь у нас переведены тексты на норвежском и на русском языке». Сочувствие и поддержку военнопленным по мере возможности выказывали местные жители. Известны случаи помощи продуктами и одеждой. «Без этого выжить в тех условиях просто было невозможно. Потому что наши солдаты занимались тем, что строили аэропорты, аэродромы, железные дороги. Естественно, что труд был просто непосильным». Выставка подготовлена при содействии Министерства иностранных дел и посольства Королевства Норвегии, а также Министерства культуры Норвегии и России. Экспозиция в Десногорске открыта в Историко-Кровическом музее до 30 ноября. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Александр Ерофеев, Десна-ТВ 6 ноября Православной Церковью установлено празднование, посвященное иконе Божьей Матери. В честь этого образа освящен и храм Десногорска. Днем, в день престольного торжества, божественную литургию возглавил епископ Рославльский и Десногорский Милетий. Божественную литургию традиционно посетили верующие Десногорска. Храм иконы Божьей Матери Всескорбящих Радость в нынешнее время пандемии остается источником утешения и духовной радости для прихожан. По окончании богослужения вокруг храма был совершен крестный ход. Особое внимание верующих к чтимому образу Божьей Матери, как к символу неустанной заботы и защиты о людях. Прихожане молятся об утешении в нужде, скорбях и печалях, при неизлечимых болезнях и душевном смятении, а в разумлении близких, потерявших верный путь, облегчении душевных страданий. Икона Божьей Матери Всескорбящих Радости своим названием указывает на то, что во всех испытаниях и в нынешних, и в тех, которые грядут в нашу жизнь, ее помощь в ответ на нашу молитву неизменно будет со всеми нами. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго.